Болт Но Враг переживает детонацию ракет у себя в теле То есть, грубо говоря Вы мало того, что пробиваете его крупнокалиберным снарядом Вы еще и взрываете его внутри Кроме того, бойцы Болтер это самое распространенное оружие Среди космодесанта, сестер битв, инквизиции А также космодесанта хаоса Также имеется в рядах доблестных Астромилитарум, АК Имперской Гвардии Различных торговцев И является предметом гордости в коллекциях Многих губернаторов Сами же болтеры изготавливаются только в двух местах Это либо кузница орденов космодесанта Либо завод Мануфактория Механикус Стоит отметить факт того Что обычным людям использовать данное оружие Не рекомендуется Ибо отдача у него может быть настолько сильной Что может сломать руку какому-нибудь новобранцу силу Планетарной обороны Давайте попробуем понять, чем же болтер Империума отличается Друг от друга, поскольку хаоситски Больше своей части это стыленные у Империума болтеры Итак, погнали Болтеры доблестных адептов со стартеса Это будет самый большой раздел видео Так что лучше возьмите что-нибудь перекусить И подготовьтесь к длительному рассказу Итак, болтер полубогов Внуков Императора Отличается тем, что он намного больше собратьев Имеет огромный диаметр дула В сравнении с собратьями Примерно 20 мм Калибр 75 при стандартном калибре 50-60 У болтеров космодесанта Огромный вес По различной информации в районе 10 кг Большинство людей не смогут использовать оружие Хотя бы без дополнительных креплений А все затворы рукояти не приспособлены для обычных Хватских рук Слишком велик хват Человек просто не сможет обхватить их Но если все-таки смертные слуги Императора Пробуют сделать выстрел из этого болтера Итог, скорее всего, будет один Сломанная рука Или, например, пробитый череп Если этот человек попытается еще и прицелиться Не говоря уже о том, что Того, кто будет хранить у себя болт-снаряд космодесанника Не говоря уже о болтере Ждет немедленный, внеочередный костер От коллег из Орда Еретикус Давайте рассмотрим модель различных родинов Модель Ангелос Это любимая игрушка в рядах наших кровопийцев Кровавых Ангелов А в частности, их стражей с англинарной гвардией Кои используют вариации стандартного болтера С огромными барабанными магазинами С креплением на запястье руки Используют своеобразный вид боеприпасов Под названием «Осколки крови» Болт-снаряда, имеющий повышенный проникающий эффект И является секретом Ордена И изготавливается только в кузницах Ордена Имперская гвардия обзавидовалась названием этого оружия И назвала один из своих болт-карабинов «Ангелос» Но данный карабин не является ни болтером, ни ангелосом Не путайте Ураганный болтер Или также известен, как «Хуррикан болтер» И под многими иными именами Признан оружием номер один Против скопления пехоты противника По мнению Адептас Кустодос, Инквизица и Астартес Эти ребята пытаются крепить его везде, где только можно Суть болтера в том, что он представляет из себя Шесть болтеров-космодесанта, скрепленных вместе Три в высоту и два в ряд Вот такое вот гениальное оружие массового поражения Золотые и реликтовые болтеры-космодесанта Ребят, ну это просто те же болтеры-космодесанта Изготовленные под заказ, очень качественные В единственном экземпляре под конкретного капитана Либо генерала-астромилитара По сути это обычный болтер, но намного более качественный И обычно золотой, и свойственным с новым капитаном Унтермарина Модель Годвин Вот, наконец, нормальный болтер Наиболее распространен на данный момент В войсках космодесанта У него есть отличный счетчик снарядов Который показывает вам, сколько вы еще можете палить во врага И можете ли вы в принципе А также блокировочный механизм Предохранитель и магазин на 30 болтов Стреляет болтами 75-го калибра Болты состоят из диамантинового наконечника Ядры из обедненного диетерия и масс-реактивного детонатора Обычный режим стрельбы это 3-4 снаряда Но есть еще один нюанс В данном болтере есть сенсор Который считывает печаток руки для генетической амблификации И интегрированные целеуказатели Подключаемые к авточувствам шлема десантника Что позволяет ангелу смерти многократно увеличить точность своего огня Возможно установка всяких прицелов и даже глушителей Да, такие болтеры в пирамиде с глушителями Модель Ultima Считается пропавшей моделью болтеров в ходе войны на Бадабе Использовался преимущественно тремя орденами Минотаврами, экзорцистами и саламандрами Последние, кстати, тестируют на них особые болт-снаряды С прометивой жилой Получилось аналоги зажигательных боеприпасов Которые распрыскивали внутри противника прометий И поджигали при детонации Да, это все сопровождалось тем же взрывом То есть рога разрывало, а то, что оставалось, еще и горело Вот такие вот дела Очень гуманны, все как любят наши пирамиды с Ноктюром Также этот болтер использовали звездные фандомы Пытаясь сделать из него подобие снайперской винтовки Битвы за Бадаб Эффект получился не очень хороший Копия оружия не сохранилась Болтер Марк 3 Основное оружие еретических астральных когтей Которые стреляли с них в битве на Бадабе Болтер был придуман в ордене самостоятельно Ничем не отличается аналог автомата Калашникова Ничего лишнего, но не убивает Марк 4 По сути ничем не отчитается от Марка 3 Но добавлены два режима стрельбы Один выстрел, три выстрел А также есть сканер отпечатков пальцев Без прохождения которого пусковой крючок блокируется Болтер Сталкер За основу взят стандартный болтер Но в выполненном удлинении ствола Установка высокоточной оптики Получил огромную распространенность ради Астартес Как качественное снайперское вооружение Единственное в своем роде Тигрус Модель очень с печальной историей Дело в том, что СЖК данного оружия Нашли незадолго до начала Ереси Хороса В ходе битвы сил Империума и Воителя СЖК был утерян Производство было остановлено Сейчас же остались несколько десятков моделей данного Болтера Они служат своим владельцам верой и правдой Но новые сделать уже невозможно Отличаются прямоугольным магазином Меньшей высотой корпуса и анатомической рукояткой Очень удобное оружие для диверсионных отрядов космодесантов Модель Ультра Оружие в основном распространено в рядах ультрамаринов Имеет собственные модификации для МК-2 и МК-4 МК-2 установлен при броночном видении А на МК-4 сына и Жильмана решили приделать счетчик снарядов и целеуказатель, связанный с аточным студентом Болтер модели Умбра Является братом Тигруса, но в отличие от него не был утерян Так как был самым популярным оружием легионов Астарта с последние годы Великого Крестового Похода Данные болтеры были почти у всех легионеров Боеприпасов было так много, что были выделены отдельные планеты как склады этого вооружения Является обычным болтером космодесантов Протовид Известна разновидность Умбра Ферракса Отличается в том, что это модификация техноадептов легионов Основное отличие это увеличение магазина Оптический прицел с системой обмена целями И все это конечно с подключением к авточувствам всего выбора Модель Фенрис Отличается только двумя вещами Во-первых, он производится на Фенрисе Во-вторых, он обычно украшен различными черепами и рунами Фобос Отсец всех болтеров космодесанта Был впервые использован совместно с броней Марк 2 Вся сборка болтеров была исключительно ручной Под руководством самих доминусов с Марса Отличается огромной надежностью и снижением калибра 0,7 против 0,75 Создан по приказу императора И лично контролировался его руководством Чтоб у солдат императора было лучшее вооружение для объединительных войн Великого Крестового Похода Модель болтера Хэш Самый крутой и новый вид болтеров Доступ к которому имеет только караул смерти Отличается огромным мастерством исполнения Оружие работает стабильно в любых условиях Имеет очень компактный размер Получил огромные рекомендации для битв в узких пространствах Имеется складной приклад Все дополнительные наборы по аналогу с Годлином Дополнение имеет встроенные датчики И предсказатели движений врага Чтоб было проще видеть ксеносферитиков Которые пытаются укрыться от кары императора Ну вот и самая спорная модель Арьергард Этот болтер ветеранов космонесанта Главные плюсы это хорошая оптика Удобная ключевая перевесть Минусы прежде всего малые обоймы По 10-15 снарядов И большие затраты на смену магазина Нежели у обычного собрата Ценится за огромный выбор вариаций специализированных боеприпасов Самое любимое оружие ветеранов То есть у обычных космонесанников этот болтер можно встретить крайне редко Ну что ж, друг, если ты все еще здесь Значит ты истинный сын Дорна Настоящий фанат болтеров и болтерного вооружения А если так, то подпишись Поставь лайк, напиши комментарий И жми колокольчик Порадуй примаркой Помоги людям узнать про отличные варгейми и компьютерные игры А я тем временем продолжаю свой рассказ Итак, болтеры Адептас Ролитас В общем, можно сказать, что это копии стандартных болтеров Но с уменьшением диаметра дула до 0.65 Некоторые сестры могут использовать те же 0.75 Зависит от уровня подготовки сестры Итак, модель Годвин Дэс Самый стандартный болтер Обычно украшенный символом ордена Обычные сестры прикрепляют к дулу Сариса Для создания своеобразного штык-ножа Калибр 0.7 Болтер Кара Распространен он только в ордене Эбеновой чаши В аббатстве заката Имеет огромный цепной штык-нож Размером с сам болтер Это всеизвестное оружие Адептаса Ролитас Далее давайте обсудим болтер Механикус Благо эти ребята очень прагматичны И используют всего одну модель Итак, болтер Максим Относительно компактный болтер с ротационной подачей с патронов Используется в легии Кибернетика От стандартного болтера его отличает прежде всего то, что У него намного более хороший темп стрельбы В 2 раза, а то и в 3 раза больше, чем у моего обычного собрата Но также у него огромный вес и сильная отдача Его могут использовать лишь сильно аугментированные механизмы Такие как различные автоматоны, сервиторы и ежи с ними Болтеры других имперских и людских организаций Болтганы, используемые обычными смертными, могут принимать различные формы Но все они следуют основным принципам этого вида Смотря на то, что они идут ни в какое сравнение со своими более откутными родственниками Они все равно обладают мощью, достаточной, чтобы разорвать человека на куски Болтеры, предназначенные для имперской гвардии, находятся в ведении департамента мониторов Давайте осмотрим их внимательно Болт Карабин Ангелос, который я упоминал в начале ролика Болтеры Карабины Ангелос тайно производятся храмом Фикаса на Ганметалле И для стрельбы из них используются нелегальные снаряды Изначально предназначенные космическому десанту Храмы Ганметалла производят оболочки и заряды ускорители Предназначены для создания мощных болтов Несмотря на строжайший охранный надзор, некоторые снаряды пропадали С тем, что потом продать владельцам выше упомянутых карабинов Такие снаряды зовутся слепыми, так как на них нет официальных знаков качества Обычно представляют на болтах, поставляемых Астартус Для создания этих карабинов используются лучшие эксклюзивные материалы Несмотря на его стоимость, большой размер снарядов ограничивает его обойму тремя единицами И стреляет ими он может только по одному до разу Из-за нелегальных истоков этого оружия и его снарядов Лишь самые богатые и самые надежные клиенты получают возможность провести один из этих карабинов Среди владельцев этого оружия числятся богатейшие охотники без гологами Знаменитей, что и убийцы зверей сектора Белгипсида Также различная имперская аристократия Модель Локи Модель Локи, версия старого оружия Депс Арбитрс И является самым распространенным образцом в пространстве Кронус Чаще всего вы можете встретить бойцов, доблестно полицаев мира Империума С таким видом болтера Модель Перенит Модель Перенитус МК-2 Соло считается еретической Некоторые члены Фадебус Механикус Ее устройство намного проще остальных болтов И оно может стрелять лишь одиночными залпами Однако, благодаря отсутствию автоматического режима стрельбы Модель Перенитус отличается более высокой дальностью, точностью и надежностью Благодаря этим качествам она очень популярна среди всех СПО и повстанцев Несмотря на то, что отдает эту механику спорту Комби-оружие Как вам известно, в мире Вархаммер очень много различных комби-вооружений То есть, обычно болтер ослепляют смельтой, плазмой, огнеметом или громометом Но из своих ограничений чаще всего используют именно болтер стандартный 0.75 Потому как другие болтеры слабо совмещены Также имеются версии с самопальными посольными гранатометами Иногда с официальными, с различных единичных экземпляров мира механикус Ну что ж, ребята, если вы все еще здесь Если вам все это до сих пор интересно То я думаю, вы точно должны подписаться, поставить лайк И зайти в нашу группу ВК Там тоже много интересного Виды снарядов Итак, виды боеприпасов болтера Стандартные болты Состоят из следующих компонентов Внешняя оболочка Топленный заряд Основной заряд Маслеактивный детонатор Ядро из обедненного детали Пламонтитовый наконечник И уплотненное металлическое ядро Все просто и стандартно То есть, влетает у врага и взрывается Ничего лишнего Снаряды ядовитый удар Эти загадочные снаряды были втайне созданы Альфа-Легионом Во время Великого Присталопохода Их единственное предназначение По-видимому является Разрушение керамиты Силовой брони космодесантников Впервые были в открытое Использованные во время резни В зоне высадки Где показали свою эффективность То есть, понимаете, ребят А этот снаряд Он не просто врезается Во врага и взрывается Он также еще проплавляет Дырки в броне И, соответственно, взрывает Уже то, что за ней По-моему, это Крутое изобретение Альфа-Легион Молодцы Снаряды Осколки крови Как я и говорил Секретные снаряды Которые используются Кровавыми ангелами И они никому с ними не делятся Бритвенно острое наполнение Очень эффективно Против большинства видов брони То есть, грубо говоря Это Шрапнелевые снаряды Внутри обычного Болт-снаряда Также осколки Которые потом разлетаются По телу жертвы Болты Огонь дракона Используются ветеранами Эрергарда Испускают облако Перегретого газа Который проникает В любое укрытие И уничтожает любого противника Даже частично защищенного Снаряды Адское пламя Ядро и головка В них заменены Сосудом лутогенной кислоты И при взрыве снарядов Плоть врага Вливаются тысячи ядовитых игл Созданы Специально для борьбы с тиранидами Также эффективны Против любых Органических целей И нового происхождения Что очень быстро Оценил Караул Смерти Болты Инферно Спроектированы так Чтобы поджигать И уничтожать Свои цели В химическом пламени Диетеревое ядро Заменено на Фраксифосфорный гель Известный как Прайм-Ути Следует заметить Что космонистические Хаосы Для гон-тысячи Астанов Используют Сходные по названию Но совершенно Иные по действию Снаряды Которые по сути Являются пропитанные Энергией варпа Пулями Взрывающиеся Клодовскими энергиями При попадании Проникающие снаряды Модели Краки Мощные бронебойные снаряды Диетеревое ядро Заменено твердым Адамонититовым сердечником Основной заряд Увеличен При столкновении Внешняя оболочка Распадается Адамонититовая игла На высокой скорости Пробивает цель А увеличенный детонатор Вгоняет осколки Супер твердого металла Еще глубже в раны Очень эффективно Против тяжелых пехот Например Других остаток Осколочные снаряды Металлический шторм Наиболее подходят Против легкозащищенных целей И против Весьма Многочисленных целей Они взрываются До столкновения Облаком с шрапнелем Разрезая свои жертвы на части В этих снарядах Детонатор заменяет Масреактивную головку А демонтитовый наконечник И детитовое ядро Заменяются на Увеличенный заряд И шрапнель По своему действию Они схожи с зенитными снарядами И используются Против скоплений врагов Например Каких нибудь Эльдаров Тиранидов Игерских гвардейцев И вежительными Болты для пси-пушек Прежде всего Используются инквизиции В основном родомалиус С серыми рыцами В своих психушках Рассказывать не буду А то меня сожгут Болты Искатель Специальные снаряды Использующиеся Капелланом Бориусом С темных ангелов Каждый собран вручную Снаряд содержал Миниатюрный кагитатор Направляющий болт На тепловое излучение цели То есть грубо говоря Вы стреляете А снаряд сам находит Себе противника Очень удобно Заглушенные снаряды Сталкера Эти малошумные снаряды Для болтера Для незаметных операций Используются в сочетании С системой Целеопределением 40 болтерых моделей Сталкера Вместе с новой Отличное снайперское оружие Массореактивная Поголовка В них заменена Наполнительной твердой Тоте что Гарантирует Смертельный исход При попадании Даже на Дозвуковой скорости Также топливо Ускоритель Заменяется на газовый Картридж Чтоб сделать стрельбу Более тихой Вот вам ребят Отличное дополнение К незаметному Снайперскому Сталкеру Сглушителем Болты Буря Имеют в своем составе Крошечные Плазменные Генераторы Испускающие Электромагнитическую И термальную радиацию При взрыве оболочки Производятся только на Марсе Особенно эффективны Против машин И механических целей Снаряды Возмездия Их действие Основано на технологии Нестабильных потоков В результате чего Их довольно опасно Использовать Но зато Они очень хороши Против бронированных целей На самом деле Их спроектировали Уничтожение Космодесантников Предателей А потом Космодесантники Предатели Их забрали И использовали Для уничтожения Обычных космодесантников Виды магазинов У болтеров Несколько видов Магазинов В первую очередь Это серповидные Стандартные магазины 20, 25 или 30 снарядов Самые распространенные Барабанные На 40-60 снарядов Очень склонен К заеданию Но очень любим Теми же Кровавыми ангелами Прямой 12-20 снарядов Легко перезаряжать Очень ценится Ветеранами Дюпулус Икс Два соединенных Между собой Серповидных магазинов Такое чудо Сейчас встречается Крайне редко Лента Болты Соединенные С друг другу звеньями Чаще всего Встречаются на болтерах И болт-пистолетах Предателей Потому что В таком случае Просто магазин Не нужен И это Очень легко Носить И это Очень легко Использить Часто используется Тяжелых болтерах Независимо Серпляной Движности К фракции И в принципе На этом все Ребята С вами был Дорн Его любимые Факты о болтерах Канал Hammer of Fun Если Вы меня до сих пор Слушаете Наверное Вам все таки Интересно Я рекомендую Вам подписаться Поскольку у нас Выходит много Нового Много интересного Это далеко Не последний Выпуск оружейный Пока-пока Хорошего настроения Приятных игр До скорого Всех люблю Пока Продолжение следует...